Во время торжественной речи на глаза наворачиваются слезы. Этого дня бывшие граждане Украины ждали почти год. Оформив все необходимые документы, Руслан и Ирина Шульга из Донецка в торжественной обстановке получают паспорта. Теперь они полноправные граждане России и жители Самарского района областной столицы. Эмоции переполняют. Праздник как никогда. Такое чувство, конечно, и гордость, и эмоций много. Ну и радость, конечно, радость. По словам новоиспеченных россиян, жизнь потихоньку налаживается. Бывший майор украинской милиции Руслан Шульга подыскивает работу в правоохранительных органах. Его жена Ирина уже работает инженером в одной из строительных компаний. А бывшие жители Харьковской области Украины семья Данильченко, прибывшие в Самару, уже успели обжиться. Работаем, работы у вас очень много. Зарплата разные, в принципе, по желанию. Я работаю на железобетоне. В перспективе у меня уже есть приглашение в электросети. Поэтому за работу не переживаем. В рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, помощь в получении гражданства и трудоустройстве беженцам из Украины оказывали специалисты Самарского центра занятости, через который прошло уже более 5000 человек. Эта программа подразумевает не только то, что гражданин может в ускоренном порядке стать гражданином Российской Федерации, но и выплату финансовых средств на обустройство и на оплату жилья в течение полугода в размере половины стоимости от арены. Двум семьям, которые получили паспорта, сегодня повезло. В Самаре они живут у родственников, как говорится, в тесноте да не в обиде. Всего же на сегодня гражданами России, жителями Самарского района областной столицы стали более 50 переселенцев из Украины. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.